Итак, всем в очередной раз доброго позднего вечера. Ну что, вчера неожиданно прошли роудраж и начали хоккей. Сегодня не вижу смысла в том, чтобы это дело не продолжить. Итак, вчера обыграли с невероятным счетом 20-16 сборную USA, Америки. Поехали дальше. Естественно, выбираем СССР. Следующий раз шведы. Только пятая скорость, другой мы просто не знаем. Ну и 15 минут тайм. Так, у них уже один толстячок, двое средних, один тонкий. Ну, я думаю, надо двоих хотя бы толстячков. Поехали. Ох, как лихо все началось, закрутилось, завертелось. Обмен атаками, поворотом. Вратарь Швеции на месте. Ух ты, от борта пытается забить шведский нападающий. Ну, вперед, вперед, СССР. Отлично, наш на месте. Ну, что ж такое, ребята, ребята, сейчас же забьют. Ну, все, пошли шведы в атаку, поворотом. И вот вам, пожалуйста, что следовало ожидать. Конечно, такой расстрел, поворот ни к чему хорошему не пойдет. Ладно, вчера тоже проигрывали. Так что, ничего страшного. Опа, опа, опа. Стрельба, стрельба, поворотом настоящая пошла. Отлично, отлично, не даем отрываться. О, пошел махать, чего вчера не было, кстати говоря. Все, я наконец-то понял, как это делается. Кого же уведут? Наверное, меня. А нет, шведа. Так, ну что, большинство надо разыграть. Есть! Прекрасно, мы им две ачивки сразу получили. Круто, хотя не на ачивке работаю, мне кто-то пофиг. Но, тем не менее, выходим вперед, 2-1, не даем отрываться. Не то, что отрываться, а даже... Ничего себе, меня толстого, тонкий, только что снес. Ах, неудачно, неудачно получилось. Ну, ребята, ребята, ну, блин, шайба же вот, она буквально. Отлично, отлично. Эх, там вратарь, вратарь там помешался. Ай-яй-яй. Ах, сегодня гораздо более агрессивная игра. Ну, отдай ты уже паста. Да что ж такое? Какие-то прям шведы вообще жесткие. Ну, отлично, тонкий, просто прострелом. 3-2. Что, будет ли сегодня 37 шайб? Блин, за три периода, я не знаю. Отлично, отлично. Разыграли вбрасывание и сразу атака. 4-2. Но расслабляться никак нельзя, только первый период, первая половина даже прошла. И... Ох, ух, разогнался. Торпеда, это прям настоящая шведская. Это такие... Я, честно говоря, постхоккеистов, только российских, в основном, прекрасно, впрямую, впрямую просто за... Блин, пулил шайбу 5-2. Опять же, расслабляться нельзя. Ну. Отлично, пошел, пошел. Блин, я думал, все, сейчас разыграют. Вратарь ошибается. Отлично, отлично, атаки пошли. СССР просто прет в атаку, шведы чуть мешкают с нападением. Но сейчас все пошло по-другому. Смотрите, со всех сторон расстреливают. Вратарь на месте. Кстати говоря, шведы чемпионат мира по хоккей 7-87 года выиграли. Игра вышла в 88-м. Эх, успел наш произвести атаку. Что вообще происходит? Так. Отбивают наши чуть-чуть. Ох. Ну, берем, 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 ну. Отлично, перехват, перехват. Инициативы. Ах ты, ах ты, прям перед вратарем, что происходило, а? Какая красота, какая красота. Опять выиграем вбрасывание. Есть, есть, успели отыграться. Красавчики. Сейчас микрофон немножко поправлю. Мне кажется, что я ору просто. Ну, я реально на эмоциях комментирую. Вообще все отлично. Дай бог, чтобы так весь матч и было. И мы сыграем еще один. Так, ну, шведы разошлись. Так, не отпускают, не отпускают. Две шайбы проигрывают, но это ерундистика на самом деле. Отлично. Мне кажется, потихоньку, хотел сказать, начинаю с выкат с пропалением. Ну, тут шведы мне заколотили пятый гол, что у нас один шайб за один период. Вчера было 37. Ну, такие счета, реально, для меня просто что-то из ряда фантастики на самом деле. Я не припомню, чтобы так результативно играли команды. Ну, ребята, ну почти же взяли шайбу, ну как так-то? Тяжело сразу и болеть, и играть, и еще и комментировать, ела-пала. Хотя на самом деле всегда хотелось. Отлично! С СССР опять уходит в отрыв. 7-5. Очередное вбрасывание. Эх, почти было выиграли, но шведы все уже знают. Так, отлично, вратарь на месте. Меньше минуты до конца. Нужно идти в атаку, забивать. Забивать, естественно, голы, а не там другое. Ох, 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 один на один с вратарем был опасно. Пошли, пошли. Последняя атака, блин, ну и шведы. Успеют или нет? Нет, не успели. Итак, со счетом 7-5 сборная ССР выходит лидером этого матча. Посмотрим, что будет в следующих двух таймах. Вбрасывание проиграно. Так. Ох, пошел, 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 пошел. О, отличный прострел, но у вратаря все застопорилось. Однако есть перехват. Почти, почти, можно сказать, в штангу влетела шайба. Что? Шведы играют в пас, кстати, очень хорошо от борта даже. Ничего себе. Эх, отличный удар, вратарь на месте. Ну что же, ребята, ну мимо двоих шайба пролетела. Как же так? Нельзя так играть, нельзя. Надо побеждать, побеждать надо. Ну вот, средний, на самом деле, мне не очень нравится. Он как ни то, ни сё. И скорость у него не особо. И, естественно, расталкивать и бить сильно он не может. Так, чуть-чуть, чуть-чуть надо приостановить темп матча. И вот, пожалуйста, вот он результат, 8-5. Ох, хорошо, шведы выиграли вбрасывание. Ох, как идут. Ох, сейчас будет проброс. Или не будет? Да, проброс все-таки. Ох, как хорошо разыграли шведы прям. 8-6, 8-6. Преимущество совсем небольшое в СССР мы видим. Никакого отрыва даже и близко нет в матче. Ох, какая возможность была. Какая была возможность. Все, 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 отходим, ребят. Давайте, давайте, давайте. Ну, куда? Кому ты пасуешь? Кому? Ай-яй-яй. Так, поехали. Ну, тут совсем как ни то, ни сё получилось. Опять же, вся защита буквально встала. Ох, шайба почти закатили почти в ворота. Ну, куда? Опять же, вопрос. Куда была закинута шайба? Непонятно. Совершенно так. И вратарь-то не успевает поймать. Так, пошли, пошли вот так. Знаете, как-то в втором тайме шведы-то получше себя ведут. Но, тем не менее, тем не менее, три шайба отрыв поддерживается. Ну, что ж такое? Ну, опять же, почти, почти у шайбы. Ну, кстати, я вспоминаю вчера вот сош... Тоже. Какой гол! Ничего себе! Ну, прям жалко, что не в моём исполнении. Но вот это вообще было просто блестяще. Вот таких голов просто надо опасаться. Таких возможностей надо опасаться даже. Ну, что ж, ну, что ж за глухая оборона-то сегодня, а? На втором тайме. Все сюда, все сюда. Давайте уже. Опять же, всё. Вот одна атака, всё. Шведы перехватывают, и капец. Отлично. Шведы чуть-чуть ошибаются. Ну, и у нас не получается атаковать. Возможность была... Ох, опять, опять. Отлично, отлично. У СССР явно меньше атак, но результативности больше. Вновь три шайбы. Вновь три шайбы разница. А только прошло полыгры. 17 шайб уже забили. Команда общими усилиями. Обалдеть, на самом деле. Ох, ох, тихо, тихо. Чуть-чуть, чуть-чуть темп игры надо приостановить. А, ух, я уж думал, всё. Врата просто, я не знаю, там, краем клюшки забрал шайбу из ворот уже. Нет, вы знаете, средний, вот какой-то он действительно средний. Ни то, ни сё, ни скорости, ни силы удара. Отлично. Отлично. Ох, быстрого игрока сносят. Ну, что ж такое. Что ж, шведы вновь у ворот. Шведы постоянно у ворот. Но СССР чаще по ним попадает. Слава богу, не по-своим. Впервые отрыв 4 шайбы в игре. Конечно, это может быть очень ненадолго, но тем не менее. Отлично, отлично. Вновь атака. Ох. Хорошо. Нервы. Нервы, конечно, не на пределе, но им достаточно, скажем так, щекотно. Да что ж, шведы вообще просто полетели, как торпеды. Такое ощущение, что, не знаю, у эмулятора скорость увеличилась резко в полтора раза. Посмотрите, что они творят вообще. Благодаря только вратарю, на самом деле, тут... И вновь, вновь атака захлёбывается. И вновь вратарь тащит. Я понимаю, что я играю без пасса, в общем-то, не совсем это может быть правильно. Так, отлично, отлично. Тонкий уходит. Эх, чуть-чуть за вратаря там зацепился. Отлично. Итак, вновь атака. И посмотрите, Тонкий снёс толстячка. Как так? Ух. Не угадал, вратарь, не угадал. 11.8 и 1 минута 10 секунд до конца второго периода. Отлично. Можно сказать, гол в раздевалку забивает. СССР 12.8. 12.8, но ещё 44 секунды до конца. Второго. Второго тайма, даже никакого не третьего. Отлично, отлично. Это может быть финальная атака, результативная или нет? Нет, пока нет результата. Ну что же. Ох, там всё. Небольшой замес был. Ну что, перерыв. 12.8. Ну что, команда Советского Союза наращивает преимущественно трек Рунур. Ну что, третий тайм. Посмотрим, кто что сможет сделать. Ну что, шведы, как всегда, играют очень агрессивно. Но СССР в защите просто великолепная. Ну, конечно, не совсем. 8 Т-шайб они пропустили. Так, шведы что-то новенькое, я так понимаю, шли придумать. И пока результат есть. 12.9. Отлично, отлично, вратарь сыграл прям. Ааа, ну что ж такое-то, ну как так? Всё, отлично. Отлично. Ох, какая атака. Честно, не ожидал, не ожидал такого. Опасные моменты пошли, эх. Что вообще творится? Защита спит. Защита спит, блин, у команды. Ну, возьмите вы уже от вратаря, от шайбы. Ну, какого вы этого самого? Ох, 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 ох. Ох, как отскочил-то. Ну, нет, нет, это была явно неудачная атака перед вратарём. Ох, тут прям замес, прямо замес. И пошли. Так, ССР вновь перехватывает. И почти, почти была прекрасная возможность. И проброс у Швеции. Проброс, это шанс. Шансом, к сожалению, воспользоваться не удалось. Отлично, отлично, шведы ошибаются. И СССР этим пользуется. 13-9, 4 шайбы преимущества. Ух, я уж думал, гол через всё поле будет, ай-яй-яй. Вот это было бы неприятно. Посмотрите, уже до 5 шайб увеличивается преимущество. 14-9. Ну, ещё чуть больше половины тайма. Всё равно игра, конечно, очень интересная. Не могу сказать, что прям ноздря в ноздрю. Чуть-чуть, чуть-чуть, всё-таки СССР где-то лучше. Где-то, может быть, там не в защите. Да, где-то вратарь больше явно. Ловит шайб и атаки эффективнее, не такие многочисленные. И его посмотрите. Ну, я думаю, всё. Уже плюс 6 шайб. Даже за половину тайма отыграть, конечно, возможно. Но я сильно сомневаюсь, что это получится сделать. Однако шведы очень дерзко атакуют. Очень дерзко, но как-то в третьем тайме всё. То ли Советский Союз разыгрался, то ли шведы совсем уже ослабля. Уже 16-9, посмотрите. 7 шайб, а ведь уходили, отставая на 4. И что ещё? Неужели? Я уже думал, всё, посмотрите, как рванул просто нападающий. Отлично, отлично. Так, там за воротами пытаются выкинуть шайбу. Аж на свою половину поля. То есть атака совершенно не удалась явно. Ох, вроде была атака, но не получилось, совершенно не получилось. И вот шведы излюбленным делом занимаются расстрелом ворот, но как-то в третьем тайме их мало, а у СССР вы посмотрите, что уже преимущество почти двухкратное. 17-9. Ух, вот это красавец, вот это да. Гол престижа. Ну, конечно же, всё. И так, я думаю, чуть-чуть на 4 минуты, 7 шайб не отыгрываются. Ну, и, конечно, совсем что-то сверхъестественного не будет, но пока не видно этого. Ух, какая красота, вы посмотрите, какой ответ. 18-10. Ну, что ж такое. Посмотрите, атака за атакой не получается. Ну, и вот-вот, можно сказать, одна из последних попыток атаковать ворота. Так, красный вновь идут в бой. Красная машина сегодня просто-напросто. Тут, бля, очевидно. Ну, что ж, куда-то, вратарь. Я понимаю, конец матча, можно расслабиться, но не такой степени. Это может стоить потом. Ну, 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 и так. Ещё атака. Нет. Ну, всё равно, посмотрите, какое напряжение. Всё равно играют все до конца. Вратарь там еле-еле словил шайбу. Так, ещё одна атака Советского Союза. И вновь мимо. Эх. Ну, что... Итак, финальная атака, скорее всего... Нет, посмотрите, шведы ещё успевают по времени, но ничего уже. Всё. Со счётом в 18-10 команда Советского Союза побеждает Швецию. Ну, что не так всё результативно, как иначе США. Но, тем не менее, круто. И, кстати говоря, я понял, что я не пишу локалку. Я забыл это сделать. Ладно. Сейчас чутка... Такой микроперерыв. Даже отключаться не буду. Я думаю, что это Рим сохранится. Куда он денется. Так, играют поверженные нами американцы и шведы. Следующая у нас на очереди Польша. Ну, и потом уж пострадают как-нибудь хернёй. Хотя уже время-то почти полночь. И отдохнуть бы надо. А не страдать этой самой хернёй. Опять, кстати, США-Швеция. Кстати, насколько я помню, я вот играл на приставке в эту игру Nintendo. Логотипов там не было. Хотя, может, и были. Вот, честного картриджа у меня уже нет. Ну, хрен его знает. Так, ладно, ну что. Ну, естественно, я за СССР. И следующий у нас поляки. В какой-то болотного цвета форме. Кстати, у канадцев светло-зелёное. Интересно, интересно. Ну, как всегда, у нас только пятая скорость. Только 15 минут тайм. Так, что у них? Ага, у них один толстяк, два. Сверхбыстрых и один средний. Ну, что я могу сказать? Мне проще, конечно, с толстячком. Ну, ладно, пусть будут два средних. Два толстячка. Ну, в общем-то, вы всё видите, что тут рассказываю. Кстати говоря, вот смотрела, да. Результаты чемпионата мира 1987 года. И Польши-то там не было даже. Я не знаю, откуда решили взять именно Польшу. Потому что была и та же ФРГ. И даже Швейцария. Но, правда, она там была откровенным олдсайдером. Ох, опять, опять комп своим любимым делом занимается. Но! Советский Союз открывает счёт. Кстати, состав, между прочим, у команд соперника всегда одинаковый. У Чехии будут три толстяка и один средний. Вот это, кстати, жестокий состав. Сколько я помню. Но уже 2-0. 2-0 в пользу СССР. Итак. Так, порталь несколько так небрежненько отдаёт пас. И этим пользуются Польшей. Вы посмотрите. Ребята, ребята, ну надо, надо, надо нападать уже. Ну, ребят, ну все, все нападающие, ни одного защитника. Где-то они там бегают, я не знаю, что они там делают. Ватарь просто, я не знаю, красавчик. Он отражает все шайбы. Наконец он схватил одну из них. Ну где мои, где мои бравые воины? Ну. Ну что это такое, ребят? Отлично, пошли. Ну, естественно, это была тупая атака прямо во вратаря. Слава богу, такой дурацкий проброс получился. Отлично, пошли в атаку. Но, правда, напрямую к вратарю. Галкиперы сесть на ворот. И Польша открывает свой счёт. 2-1. Значит, расслабляться нельзя. Да и прошло-то всего 5 минут первого периода с 4,5. Ух, вот это было сильно. Не помню, было ли у меня такое когда-либо. Но вот, пожалуйста, мяч просто застрял в штанге. Мяч, шайба, естественно, господи, мяч. Отличный прострел от нашего покрасного чувака. Так, дропов нет. Нет, кодировка говорит у меня, перегружен. Видать. Хрен удастся. Динамика игры может чётки сказываться. Я решил в HD постримить сегодня. Потому что стрим недолгий. Ух, как хорошо удалось отбить. Но, но, ну что ж такое, посмотрите, какая, какая динамика мача. Ребят, ну, защита, блин, за такое прощать нельзя. Три-два. Три-два. То есть не говорю, ладно, со шведами было то же самое. Никаких со шведами было то же самое. Всё. Шведы уже позади. Отлично, отлично. Ну что, вообще отличненько всё. Четыре-два счёт. Эх, вратарь оказался на месте. Во-первых, красавчик. Ну, хрен тут говорить. Да, четыре шайбы пропустил за план таймы, но красавчик. Так, в определённый момент, конечно. Ну, 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 что ж такое. Ребят, ну кто-нибудь уже отбить у шайбы у них, пожалуйста. Уже, ну всё, поздно. Пить боржоми. Четыре-три. Поляки просто вцепились. По-другому сказать нельзя. Эх, совсем чуть-чуть было. Ну, э, ну куда я прямо во вратаря бью? Это же вообще. Неожиданно проброс. Всё хорошо. Всё отлично. Чёрт побери. 5-3. Ну, смогут ли сейчас Польша, Польша сможет ли забить четвёртый? Посмотрим. Ну, ну там же вот шайба, вот вратарь буквально чуть-чуть не дотягивается. Ребятушки. Отлично, отлично, отлично наш среднестатистический кист. Хоть иногда оно забивает. Ну что ж, 6-3. Ниаких уже. 4-3, 5-4. Опаньки. Расслабился, расслабился. Так что, 6-4. Разошлись, разошлись. Давайте, всё. К своим. Да и етицкая сила, посмотрите. Опять разница одна шайба. Ещё опять кодировщик этот чудит. Ну что ж, такое-то в белый свет-то пускать шайбу, ребят, ну как, нельзя. Ну что ж, такое опять защита, защита. Блин, ну как же, как же, надо, надо. Так, ну что, ставка на скорость. Ставка не оправдалась пока. О, масса, масса бежит. Не Филиппо, который гонщик бразильский, а просто масса. Блин, вы посмотрите, три подряд шайбы забивает Польша. Вот тебе и бабушка Юрия в день. Полторы минуты до конца первого тайма. И, пожалуйста. Четвёртый подряд уже нет. Но, тем не менее, опять преимущество лишь одна шайба. Ну, 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 прекрасно было всё до последнего момента, можно сказать. Отлично, отлично. Меньше минуты до конца матча. О, какого матча? Периода, конечно. И... 8-6. Но есть ещё время забить одну шайбу. Это касается... Двух команд. Да даже и две можно при желании, на самом деле. О, ты что, своего с чужим путаешь? Ну, как же. Так, ну что? Ну, это был такой, на дурачка. Удар. Но, тем не менее, 8-6. Плюс 2. Так же, как со Швецией, да. Я знаю. Вратарь на месте. Ну что, посмотрим. Второй период обычно у меня как-то... Не сказать, что хуже всех, но они реально звереют во втором периоде. Я вот заметил. О, посмотрите, какой замес тут. Так, так, так. Скорость, скорость. Ни хрена у меня не скорость. Ну, почти были пустые ворота. Не успел, не успел ударить. Отлично, перехват. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, вот, обалдеть на самом деле. Я просто в шоке. Вот, реально. Я чуть сейчас свои ворота не закатил, да? Так, ребята, ну не расслабляемся. И ребята не расслабляются. Ну, что такое? Выиграли в браслоне, поехали, блин, по домам практически. Как это так? Отошел. Ты отошел тоже. Ну, что? Что все делают на поле? Я не понимаю. Все у ворот соперника стоят? Уже ждут, что шайбу принесут? Кто, вратарь? Опять 25. Ну, слушайте, это уже не смешно, даже не грамма. Все, все, схватили. Так, мужики. Мужики, блин, что это такое? Ладно, все, ошиблись поляки. Мы второй раз пользуемся ошибкой. Все, опять близко. Ну, и третий раз не получилось ничего сделать. И посмотрите, какую шайбу нам закатываются. И опять ничья. Ну, где все? Вот где, блин, реально все? О, прекрасно. Ну, давайте, давайте, давайте. Будем проигрывать еще. Ну. Ребята не расслабляются. Да, местами есть. Ну, пока все терпимо. Ну, эх, чуть-чуть. Там полпикселя не хватает. Это то, чтобы шайбу эту взять. Отлично. Реакция пока еще не подводит. Эх, чутка не так. Опять. Ну, посмотрите, наконец-то. Наконец-то преимущество две шайбы. Но еще половина игры впереди. Итак. Эх, ставка на скорость не получилась. Где наши, где наши? Вообще ничего не понятно. Что происходит? Это да, в этом плане вот потом уже поиграл Blades of Steel. Blades of Steel не такой динамичный. Да, он, конечно, там вроде как фигурки параллестичнее. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, прекратить вот это вот. Все, разошлись. Где мои? Вообще крутяк. Просто красавчик. Как молния пролетела, удар, все. Эх, почти, почти. Могло быть счастье, но нет. Ну, берите, берите уже шайбу. Ну, трое человек мимо проехали. Четвертый, слава богу, подхватил. Ну, эх, ну уже там не получилось бы расстрелять в упор. Так, так, так. Отлично. В угол прямо, вообще, ноль шансов отреагировать. 13-9. Четыре шайбы подряд забивает Союз. Ну, сейчас по закону жанра Польша забьет три. Как минимум, а то и пять. Не дай бог, конечно. Эх. Но шайба, хотел сказать, у нас уже нихрена не у нас. Что вообще происходит? Смешались в кучу люди. Кони, поляки, советы, все. Все, все, все. Вратарь чуть-чуть вакханалию прекратил. Вновь вратарь красавчик, конечно. Ну, вот куда, единственное, я вот пытаюсь пульнуть, когда не вижу никого вообще, нет того подождать. Зачем вот это вот, вот это вот. Отличный рикошет. Ох, опять вот этот тролльский гол. Ну вот, я уж последней, буквально, самой задней мыслью подумал, что, блин, не пропустить бы вот эту вот хрень. Не пропустил. Так, ну что, шансы атаковать. Ну что, отпустить. Ну все. Ну что, второй период сыгран лучше. Преимущество уже в три шайбы. Но, расслабляться не стоит. А пока перерыв. Преимущество уже в три шайбы. Так, третий период. Эх, отличная атака у Советского Союза была. Но, к сожалению, не получилось ее завершить успешно. Что ж, поляки тоже не лыком шиты. Посмотрим, что будет в третьем периоде. Шведы, как мы помним, в третьем периоде были слабенькие. И, к сожалению, очень много шайб они пропустили. Что покажет сборная Польши? Ну, кто-нибудь. Господи, вот тут. Эх, что-то я затупил с ударом. Вокровенно скажу. Польша прям пошла в агрессию, я могу сказать. Прям битва настоящая тут начинается. Не-не-не, эти не дам через все поле забить. Ишь, что захотел. Вот так тоже не надо делать. Всякой гадости. Отлично. И в третьем периоде Советский Союз открывает счет. 14-10. Ох, это было близко. Ну, кому ты... Кому я, ладно, пас отдаю. Это я уже как Сергей Юрьевич Берляков начинаю. Так, устраиваем проброс. Есть такое дело. Как все по рангам стали. Вдруг напротив друга прям. Первый мститель противостояния. Эх, почти, почти. Там шайба покаталась. Четыре рикошета сделала. Но, тем не менее, не зашла в ворота. А теперь все прекрасно. 15-10. Ох. Дернулся. Дернулся. Ну, ладно. 15-11. Прекрасно, прекрасно защитник словил. И прекрасно забил. 16-11. Плюс 5. И 8 с половиной минут до конца игры. Эх, смотрите, Польша не думает задаваться. Польша не думает ни в коем случае даже задаваться. И, посмотрите, и Советский Союз тоже отвечает любезности на любезность. Эх, ну это было слишком опрометично с моей стороны. Хорошая, хорошая битва так на середине поля. Что ж, в защите нападающих одного оставляете у Польши. Эх, бокалкиперу чуть не хватило, чтобы забрать шайбу. Ну, да хватит. И все-таки рикошетом-то от нашего Хабибулина отлетела шайба в ворота. Тем не менее, плюс 4 и 5 с половиной минут до конца игры. Так, тихо, тихо, тихо. Хабибулина на месте. Наверное, что в 88-м году он, если играл, то в очень юниорской команде. Ну вот, я понимаю, что... А, ну да, да, давай, 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 ты еще сам себе забей. Я просто не нажимал паса, я нажимал вверх. Надеюсь, что хоть кто-нибудь придет и заберет уже шайбу у меня. Ну, ребят, ну я понимаю, что преимущество все такое, но надо... Надо все-таки... Как-то красиво заканчивать мать, а не вот так вот по-дурацкому расстрелом, смотря просто. На нем живого места уже нет, даже через всю защиту. А, ну тем временем, он, кстати, 2 минуты до конца матча, чуть меньше, чуть больше, вернее, 2 минут. И отлично. Вот, пожалуйста, Польша расстреливает ворот, но не попадает. А, в Советскому Союзу пару-тройку атак, все прекрасно. Ну, чтобы 5 шайб преимущества за 2 минуты, это уже, я думаю, все. Я думаю, никаких разговоров здесь уже о победе Польши быть не может, даже если поддаваться, даже если сильно поддаваться, это все. Но поддаваться тут никто не собирается. Естественно, даже сейчас я не поддавался. просто Польша не нравится отставание 5 шайб, они хотят 4. Ребята, давайте все-таки в атаку уже, а не в глухую оборону. Мы катаемся по всему льду, а Галкипер пусть что хочет, то и делает, да, с четырьмя нападающими. Так, ну что, последняя, наверное, атака. Да, скорее всего, последняя. Итак, Польша пытается забить, ничего не получается. Итак, со счетом 18-14. Побеждать команда СССР. Ну что, прекрасный матч. И от себя добавлю немножечко впечатлений. Игра мне нравилась еще, сколько, 15 лет назад. Нравится и сейчас. Динамичная, интересная. Даже по самому с Блодицу с телом он такой, несколько медленный. Хотя он вышел на год раньше. Вот. Сильные сложности, возрастания сложности я пока не заметил. То есть, по мне, что США, что Швеция, что Польша. Даже Польша, кстати, очень сильно провела третий период. Ну или я слабый, я не знаю. И поэтому они не проиграли нас с таким серьезным счетом. Но на сегодня, наверное, все. Я даже не знаю сейчас, если что-то запускать, то что. Поэтому спасибо за внимание. Ну да, уже без десяти полночи. Поэтому стоит заканчивать сегодняшнюю игру. Сегодняшний стрим, я имею ввиду. Все. Всем спасибо. Всем спокойной ночи.